В Советском Союзе главное управление называли управлением антипрививочным, потому что ясно, что это объяснить можно. Нет дифтерии, нет кори, нет полиомиелита, а детей надо прививать. Да еще могут быть осложнения. Так зачем это делать? И первый, кто говорил маме, не вздумайте прививать своего ребенка, был педиатр. Это была нормальная логика обусловлена той конкретной ситуации. Сейчас наши педиатры самые первые кричат, давайте вакцинировать. Понимаете? Потому что работают другие механизмы. Какие именно с документами в руках показала Галина Червонская? В открытую проводят эксперимент, приходят и вакцинируют. У меня документы есть из Екатеринбурга. Десять городов, вот списки у меня здесь есть, всех фамилий, пофамильные. Когда я давала однажды интервью по этому поводу, там меня журналист спросила меня об этом. Говорит, Галина Петровна, ну это же не врачам, а это же государству деньги платили. Я говорю, врачам они у меня пофамильные. Мало пофамильные, так они еще с деньгами, какие суммы им давались. Так я вам еще скажу, какие самые усердные. Например, Екатеринбург самый усердный. Больше всего денег получал. Ну и другие тут. Тут десять городов. А как вы такие документы получили? Это что же целое? Я бы, это, нет, это никакой проблемы нет. Это просто мне звонят из Министерства здравоохранения, хорошие люди. У меня есть еще некоторые документы. А в прокуратуре эти документы есть? Конечно. Путем подкупа всяких неблаговидных действий, пользуясь, может быть, даже либеральностью, а может быть, и никчемностью нашего законодательства в области иммунобиологии, ряд транснациональных компаний занимались вопросами, связанными с испытанием по существу на наших детях вакцин. Против нас готовят совершенно четко целенаправленные биологические атаки. А с другой стороны, нас вынуждает свернуть свое иммунобиологическое производство, не извести его до никогда, поставить в зависимость от иностранных поставок, и все. И тогда мы беззащитны, как большая страна. Тогда не нужно делать атомные бомбы, тогда не нужно делать ядерные подводные лодки. Нужно просто спокойно, целенаправленно проводить вот ту работу, которую мы сейчас наблюдаем. Если мы будем продолжать вот так вакцинировать и доверять контролю тем странам, которые, что называется, идут на нас со всех сторон войной, чтобы Россия... Кому нужна сильная Россия? Кому нужна здоровая Россия? Только нам должна быть нужна. Только нам. Никому мы здоровые и сильные не нужны. Вакцина – это действительно такой инструмент. Мы же тоже боимся, что нам завозят какую-то просроченную вакцину. Вообще непонятно. Ну, первое, первое. Наш национальный календарь на 95% – это национальная вакцина. Поэтому в этом плане здесь у нас пока еще все хорошо. Вот. Так. А разве всегда так было? Мне казалось, что был период, когда у нас вакцинировали массово импортными... Нет, нет, нет. Этого не было, к счастью. Это одно из условий было. Одно из условий было для крупных стран. И это даже в документах Всемирной организации здравоохранения есть. Вот как мы говорим о пищевой независимости, так и говорили о независимости развитых стран от импорта с точки зрения иммунобиологии. Потому что, вы же помните, был период, когда на полном серьезе, и для этого были все основания, готовились там не только к ядерной, не только к химической, но и к биологической войне. Почему готовились? Мне кажется, и сейчас готовятся. Разве нет? Вот. Ну, к войне... Войны не будет с применением биологического оружия. Не будут летать ракеты и разносить по планете споры сибирской язвы. Биологические рецептуры, они наиболее эффективно могут работать как акты биологического террора, которые способны дестабилизировать обстановку в регионе, подорвать экономику, вот как АЧС, вызвать дестабилизацию в обществе от боязни, что может произойти. Ведь когда после крушения двухбашенных близнецов американцев 18 сентября начали люди заболевать сибирской язвой от пакетов, которые они раскрывали, оттуда что-то высыпалось. Так. Это же описанный акт биологического терроризма. Такая психосоматика была? Нет, это не психосоматика была. Это было. Так вот, когда взорвались башни-близнецы, они небо не закрывали. А как вот эти произошли 24 больных и четверо умерших, они закрыли небо, никто не вылетал и никто не влетал в Соединенные Штаты на целую неделю. Вот так они испугались именно акта биологического террора. А потом оказалось, что это сделала Форд Детрик, лучший сибири-язвенник, известный ученый, военный человек. Правда, они попытались это потом уже, что он, дескать, сам это сделал. Я профессионально говорю, что он не мог этого сам сделать. То есть это заговор был? Это был, я бы так сказал, акт спецслужб против своего народа с тем, чтобы получить политические дивиденды. Они их получили. Мы же тогда им разрешили базироваться американским военно-воздушным силам в Киргизии, на территории Узбекистана, Джалабаде, Ханабаде. Нет, Джалабад, Ханабад, Ханабаде. В Ханабаде там была крупнейшая авиабаза, и мы еще тогда очень, ну, достаточно активно курировали эти регионы. Мы это разрешили. Мы разрешили пролет американских самолетов на территории Советской России, что было практически раньше невозможно. Вот это был результат применения боевой рецептуры сибирской язвы, спецслужб Соединенных Штатов против собственного народа с тем, чтобы получить вот этот мощнейший эффект, которого они не добились, взорвав две символа процветания Америки. Знаете, вы сказали, что биологической войны не будет. В общем, хотелось бы верить в то, что вообще войны не будет, и что люди вашего ремесла, медики, смогут победить все недуги, в том числе и недуги душевные общества. Да, это Бог. Я бы тоже хотел этого. Спасибо.